Вот про текущее время. Знаете, я собираю анекдоты, это отчасти антропологическое такое занятие, потому что анекдоты это лучший учебник истории. Вместо большого тома исторического, можно сказать, анекдоты, которые рассказывались, которые были главными анекдотами каждого года, каждого периода исторического. И вот этот вот набор анекдотов вам расскажет о том, что на самом деле было. Это гораздо точнее учебник истории. Смотрите, все Ельцинское время укладывается в диапазон каждым двумя анекдотами. Я их сейчас расскажу. И вот как все 90-е. Они идут с 90-го года. Съезд народных кудах, в Шар-Советских. На съезд только группа автоматчиков, маска с автоматами. Спрашивают, где есть все эти годы? Они, поясни, значит, приходите. 90-й год. Всех покрашивали, это вас ставит. 90-й год, они, когда 98-го года. Вы будет здесь, если в СССР какая-то бабушка, вы подай, вы снитоши. Как если подай баб? У меня не ищай. Вот я подошу отношения к настоящему персонажу. И больше можно, в сущности, достаточно того, чтобы понять, какой путь прошла Россия в самоотношении. В фигуре, да? Путинское население настало. Первые 4 года тишина. Никаких анекдотов. Присматривались. Три типа анекдотов. То есть анекдотов было довольно много, но все они укладывались в песок. Это были анекдоты про вернувшийся страх. Помните, приходит человек в отдел кадровый, говорит, я приехал из Петербурга, он говорит, зачем нас сразу ругать? Про вернувшись, ощущение страха. Про нарастающее элементарное божество. Потому что при Борисе Николаевиче случались то Гайкан, то профессор Афанасьев, то Сахар. А при этом мама, она меньше, уже франковщик, рургант, какие-то совсем... Было один год, если помните, что вкусил то любой, как в СССР, тем не еще там ресторан. Официант говорит, чтобы обрыгали мясо, Путин говорит, мясо, Путин говорит, овощи. Овощи тоже будут мясо. Анекдот 6-го года, 6-го, 7-го года. И, наконец, анекдот про коррупцию. Путин, к примеру, седьмого года еще не было фамилиями, дети, а был просто приемник. Слово «приемник» было в анекдоте. Начинаю диагностирую, что это седьмой год, еще это восьмой. Путин тестирует приемника, спрашивает, сколько будет дваждой два. То, как всегда, Владимир Владимирович один вред или два. И вот все эти виды, которые управлялись в это время, так или иначе, ложились в подлоге этих кучек. В десятом году, еще то с листовыми кисками, то всякой болотной, да, я услышал о немногу и сказал, о, надо же что-то поменять. Он там стоит. Хоть мужику в плавении пробки случится в окнах, террористы захватили Владимира Владимировича, значит, требует десять миллионов выкупа долларов. Иначе грозят облить бензина на пашечку, а по машинам кто сколько даст, уже за рулем литров пять там.